Четверть века тюрьмы на троих. Такое наказание сегодня потребовал прокурор для экс-милиционеров, изнасиловавших дубинкой дончанина Михаила Беликова. В зале суда побывала Ольга Соломяная. Для экс-участкового Руслана Суткового, которого обвиняют в изнасиловании милицейской дубинкой дончанина Михаила Беликова, прокурор требует 10 лет заключения. Экс-милиционер проходит по 4 статьям, среди них пытки и нанесение тяжких телесных повреждений. Для другого участника пыток Вадима Чешкова гособвинитель просит штраф в 22 тысячи гривен и 8 лет тюрьмы, а для их бывшего начальника Олега Зайца на 2,5 года меньше. Судья зачитывает показания последнего свидетеля, солдата-срочника Бикинеева. Он в качестве патрульного находился в Петровском опорном пункте, когда над Беликовым издевались. Самого Бикинеева на соседании нет. Солдата допрашивала по месту службы военная прокуратура. Свидетель уверяет, именно его дубинкой милиционеры насиловали пострадавшего. После чего подсудимый Чешков якобы даже хвастался содеянным. Далее судковой сказал Чешкову, чтобы тот удерживал Беликова, а сам, взяв резиновую палку, принадлежащую мне, вставил ее в запутный проход Беликова. Сколько раз он это сделал, Чешков был уточнен. Суд предоставляет слово пострадавшему. Михаил Беликов взывает к правосудию. Я считаю, что виноваты все трое. Один, который непосредственно сделал меня инвалидом. Второй, который помогал ему в этом. А третий, который это все пытался скрыть. Я настаиваю на привлечении к уголовной ответственности. Родственники бывшего участкового Руслана Судкового и в прошлом патрульного Вадима Чешкова комментировать меру пресечения, озвученную прокурором, отказались. Я вашим лжевым камерам вообще не верю. Близкие экс-начальника участковых Олега Зайца, который обвиняется в даче взятки за сокрытие преступления, уверены, их родственника оклеветали. Ну, доказательство, как это можно назвать, зачитать в суду, что взятка, если нигде никакого свидетеля нет, никакого. Потерпевший сказал, да я скажу, что с меня не миллион требуется. Следующее слушание по делу надругательства над дончанином Михаилом Беликовым суд назначил на 22 января. Заключительное слово скажут еще шесть пострадавших от рук милиционеров. Не исключено, что в этот же день Сутковому, Чешкову и Зайцу Фемида вынесет приговор.